Выжме и Прелузии местные власти объявили 1 сентября днём без алкоголя. И даже попытались договориться с предпринимателями. Что из этого получилось? Роман Истомин выехал в самый южный район республики. Вот так непраздично нашу съёмочную группу встречали в детский праздник. О сухом дне местные продавцы, конечно, знали. Но вот торговлю спиртным приостановили не все. У вас, я так понимаю, нет никаких ограничений на продажу по прогулке? Нет. Торгуют свободно, без ограничений в большинстве проверенных нами точек. И это при том, что по-человечески эти мудрые женщины, конечно, понимают. Один день ничего не решит. И эта социальная задумка властей всего лишь попытка обратить внимание на масштабы алкогольной заразы. Мы не ставили ограничений. Крепкие это будут напитки, либо это будет пиво. Но надеялись на то, что всё-таки предприниматели, которые торгуют как крепкой продукцией, так и пивом, не будут в эти дни торговать. 45 из 84 предпринимателей района согласились на один день объявить сухой закон. Перешли на стопроцентный безалкогольный режим и 8 поселений из 16. И правда, по нашим наблюдениям, каждая вторая торговая точка проигнорировала призыв властей. Не устраивает бизнесменов то, что ограничения эти не подкреплены законом, а между собой конкурентам якобы трудно договориться. Лучшая ситуация в небольших населённых пунктах. Там каждый на виду. Например, в Уктыме. Вот образцово-показательная торговая точка. Здесь предприниматель решил, несмотря на отсутствие каких-то законодательных ограничений, всё-таки запретить торговлю алкоголем 1 сентября. В принципе, проверить это, конечно, невозможно, но внешне это выглядит так. Под большим непрозрачным одеялом находятся те самые любимые напитки жителей Привозья. Вообще спрашивают, что с алкоголью сегодня? Спрашивают, что говорите? Сегодня вон у нас там написано на магазине. Всё, прочитайте, день трезвости. Сегодня надо всё не пить. А люди всё-таки хотят, да? Да. Расстраиваются? Ну, это больше-то эти приходят. Ну, такие, которые у нас постоянные. Клиенты, да? А вообще расстраиваются? Ну, расстраиваются, конечно. Как вот теперь им сегодня? Не знаю. Ушли. Никого нет. О планируемых сбоях в привычном для некоторых образе жизни здесь знали, конечно, заранее. И, возможно, кому надо, запаслись горячительным накануне. Но факт остаётся фактом. Первый пробный день сухого закона состоялся. И равнодушных тут не было. Как вы считаете, как скажется 1 сентября на жизни вашего посёлка? По крайней мере, меньше будет молодёжь употреблять. Хотя вот такой праздничный день. Сегодня будет посёлок у нас трезвый. Сейчас власти Прелузия делают ещё один серьёзный шаг к трезвому образу жизни. Готовят инициативу для парламента региона о законодательном ограничении на продажу алкоголя 4 дня в год. Это 7 апреля, день здоровья. 25 мая, когда прозвучат последние звонки. 1 июня, день защиты детей. И 1 сентября, день знаний. Поддержать начинание согласны ещё 5 муниципалитетов КОМИ. Роман Истомин, Иван Богомолов, телеканал Юрген, Прилузский район.